Мы продолжаем рассказывать о деятельности научного центра мирового уровня Казанского университета. На этот раз мы расскажем, как центр поможет добывать не только дешевую экологичную нефть, но и трудноизвлекаемую. Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. К этой группе относится и так называемая сланцевая нефть. Сама по себе она легкая, но находится в низкопроницаемых горных породах. Нефть там поры очень мелкие и прокачать через нее жидкость или нефть выкачать невозможно. Можно только с помощью гидроразрыва или поджечь эту породу. Закачать туда воздух, поджечь, пригорение расстрескается. И вот это вещество, которое органически там есть, оно тоже превратится в нефть. Появится синтетическая нефть. По всей стране таких ресурсов насчитывается сотни миллиардов тонн. Подобным объектом является и Ромашкинское нефтяное месторождение. Одно из крупнейших в России. Программу по его разработке уже начал создавать научный центр мирового уровня Казанского университета. И там, конечно, есть запасы, вот мы полагаем, примерно полтора-два миллиарда есть запасов живой нефти, такой жидкой, хорошей нефти, которую нужно добыть. И кроме того, есть вокруг Ромашкинского месторождения, есть очень много запасов нефти, там, в том же самом доманике. Это вот нефть плотных породов, да, где нужно делать длинный разрыв или поджигать на длину. И кроме того, есть нефть или, как говорят, вязкие, высоковязкие, сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Неизлеченную нефть в выработанной части залежи также называют целиком. По добыче таких целиков еще несколько лет назад Казанский университет начал совместный проект с Татнефтью. Когда разрабатываются гигантские месторождения и используют закачку воды, заводнение так называемое, да, то вот в этой однородной такой среде возникают такие пятна целиковой нефти, которые все водные потоки огибают, а эта часть остается целенькой и она не добывается, как бы, да. Добыча такой нефти требует разработки совершенно новых технологий, чем и занимается научный центр мирового уровня. Исследования помогут нефтяникам Татарстана. По этим компаниям очень выгодно с нами работать даже на стадии фундаментальных исследований. То есть мы совместно начинаем работать и говорим, хорошо, вы нам отбираете пробы, мы за исследование техпрофлаборатории с вас денег брать не будем. Мы сделаем это за счет государственных денег, но мы получим вот результат, который мы с вами вместе будем дальше применять в практическом смысле. Напомним, научный центр мирового уровня был создан в 2020 году. В консорциум вошли представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и Сколковского института науки и технологий. Казанский университет стал главным в консорциуме. Также стоит отметить, что нефтегазовое направление является одним из приоритетных в Казанском университете, который, к слову, вошел в топ-100 мирового рейтинга QS World University Rankings по данному направлению.